сейчас мы с вами будем готовить лепешки из теста типа фила домашнего производства со свекольной ботвой то есть это получается такие очень тоненькие пресные лепешечки даже как не знаю сказать такие немножко слоистые готовить их можно или в большом количестве масла или вообще на сухой сковороде можно и готовить чепатницы но я буду готовить сегодня на джефф грилки вот на такой вот тесто готовится 300 грамм муки 200 миллилитров кипятка 3-4 столовых ложки оливкового или растительного масла и чуть чуть меньше чайной ложки соли то есть все это раскатывается в такой пласт и делаются рулетиком то есть потом жарится на сухой сковороде либо в небольшом количестве растительного масла сейчас я покажу как это делается то есть из делают как правило это с зеленым луком со шпинатом но у меня нету шпината зеленый лук я не очень люблю жареный я буду делать вот свекольной ботвой мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко и и режем прям меленько-мелко-мелко-мелко-мелко-мелко раскатываем тесто тесто очень податливая очень мягкая можно даже работать без муки с ним раскатываем в рулетик ну как сначала в пласт раскатываем рулетик сначала раскатываем в пласт это тесто можно растянуть прям до пергаментной бумаги но нам это сильно не надо то есть нам пергаментная бумага здесь не нужно посыпаем вот так вот наши ботвой либо зеленым луком я не знаю что у вас есть можно посолить но как-то не знаю я не хочу можно посолить лук или вот эту ботву сворачиваем рулетиком так свернули рулетиком теперь нарезаем желательно на одинаковые кусочки так вот делаем как бы закрываем края так тесто это будет побольше после пешка так вот вот такие бочоночки у нас получились мы их теперь раскатываем тесто такое довольно таки ну не знаю как податливо маслянистое из подобного теста я делаю вареники с раскатаем сразу все лепешечки такие сильно не прокатывайте чтобы уж сильно не рвались все равно травка не настолько нежненькая может и порваться но опять же говорю это не критично не страшно даже если порвется можно больший размер конечно делать лепешек можно меньше неудобно так в чапати очень вкусно они получаются в чипатнице очень вкусно очень хорошо но говорю что чипатница есть не у всех вот это жарит ужас так жарко так готовить буду на двух сковородах одновременно так будет побыстрее вот такие лепешки можно раскатать тоньше можно даже было плац сделать потоньше но опять же плац теста если делать потоньше то очень сложно будет тогда вот эти вот тесто на конце как бы с краев скрепить просто порвется и начинка вся вывалится у вас и так вот она видите все равно листики я чуть-чуть сбрызну сковородочки маслом ну чтоб уж не на сухую буквально чуть-чуть и укладываем наши лепешки три с одной стороны три с другой стороны повторюсь температура у меня 210 градусов и так наши лепешки жарятся где-то наверное на минутки по две отведите они уже вот какие они хорошенькие стали просто замечательно очень вкусно эти лепешечки подать к супу очень вкусно готовится быстро тесто готовлю в хлебопечке на программе пельмени 20 минут то есть это все делается очень очень быстро ну вдруг вот дома нет хлеба можно же без зелени эти лепешки сделать эти они чуть-чуть правильно пюре использовать ну в общем много чего можно использовать главное тогда сильно только пласт не раскатывать чтобы оно вот не вылезало за края когда вот будете защипывать эти бочоночки делать а так очень вкусно очень быстро ждем сейчас не приготовится я покажу когда они будут готовом виде наши лепешки жарятся нам нужно чтобы они внутри вот эти все слои прожарились видите они как бы надуваются изнутри то есть то что вот они просто сверху зажарились нам этого недостаточно нам нужно чтобы они еще как бы вот как приподнялись что-ли внутри то есть жар должен быть и там оно все должно там же слоистость идет все должно прожариться то есть я думаю что ну минут десять их точно надо жарить то есть минут пять стой минут пять стой в общей сумме крышечки наши жарятся где-то минут наверное шесть-семь сейчас я их вот все сюда перекладываю и буквально на чуть-чуть закрою крышечкой чтоб они у нас как дошли посильнее видите они даже надуваются игру в чепатнице надувается сильнее в масле жарилась бы тоже по-другому но я не хочу большом количестве масла в принципе я это не очень люблю так закрываем крышкой так вот все и буквально ждем две-три минуты и можно их будет уже пробовать и сложности наши лепешки жарились где-то ну 12 минут ой не обжечься бы вот такие они получились румяные красивые выкладываем их очень вкусные честно говорю я разломлю резать не буду вот такие они получаются слоистые пресные лепешечки с ботвой всем приятного аппетита и до новых встреч пока пока показать сейчас крупным планом ой вот они какие получаются тоненькие слоистенькие очень вкусные всем пока пока и до новых встреч а